приветствую вас я думаю вы очень много раз слышали читали сейчас считаете что вот не хватает культуры надо повышать образовательный уровень плохо дети ничего не читают это ужасно их надо учить к литературе к великому и так дальше есть такой да есть есть ой боже когда начинаешь говорю что у нас очень часто вот надо развивать вы что ж ну понятное дело там в украине сейчас не хватает украинских письменників дитям треба учать кохання до украинских пісень вирщів треба чтобы діти читали не какогось гарри поттера от украинских письменників ну в россии все наоборот там вот есть русский вперед давайте классика классика в русской литературе все это бред собачу полнейший бред полнейший литература это мразь бред и чушь на мусорник вся эта литература вся эта классика и вся эта культура ноги вытереть и выбросить не верите посмотрите кто чаще всего у нас ну как бы сам популярный звезды эстрады причем я всегда всегда звезды эстрады ругают за их не там пошлятину конъюнктурщину не меняется моды меняются спорить не буду да когда-то там был даже момент когда была модно оперета да не опера перед и уж как ее ругали ну типа оперета как бы считалось развлекательной да вы сами помните попса попса боже она ж постоянно меняется господи сейчас поймайте никто уже не вспомнит ряд ну скажем музыкальный групп которые раньше были звездами которые которых ругали 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 вот как можно как можно нет сейчас новые причем действительно вот сейчас новые поменяют еще раз поменяют вот это вот сила вот это власть это литература мусорник мусорник мать к ситуации я думаю вы не хуже меня знаете понимаете что на сегодняшний момент большая часть жителей украины россии да и других стран если на то пошло литературу школе учить причем ну ладно я еще мог бы понять очень старое поколение я встречал встречал таких людей которые имели четыре класса образования два класса встречал ну понятно это были уже старики так дальше но были действительно те которые ну такое как могли читать а некоторые даже толком читать не могли ну потому что но сейчас то 99 90 процента жителей украины россии европы учили школе учили литературу причем класс к классе и что с них вышли же я правда здесь сказать что то что учили русские классику русские смеетесь кроме бутылки они черта не знают пьяном виде они могут даже пушкина процитировать ну пару цитат конечно про дайте там тетя дай мне кружку все вся литература в украине то же самое понимаете вся эта литература это мразь это чушь это бред это все выбросить на мусорник полностью выбросить нету и и нету есть конъюнктурная классика время от времени появляются новые новые читают зачитают обсуждают вот это настоящее а все остальное то что учить в школе это нафиг никому не надо никак никак это не влияет на мировоззрение людей абсолютно по той простой причине что вы хотите сказать что ханурик который сидит возле забора что он в школе литературу не учил учил ну и что да пьяный лежит да вот а да вот 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 дура ситуация вы же не хуже меня знаете да ладно не будем брать пьяно быть обычные тетушки не не бабушки тетушки ну 30-летние сидят там в кафе или где о чем они обсуждают боже милостивый какая черта литература они обсуждают такую мразь такую боже там и не лежала да ну молодежь тем более очень часто обсуждает еще более дерзкие цели должно быть по этой причине говорю что изучение литературе в школе это идиотизм кретинизм дебильство которые да 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 есть но дебилы кретины которые почему-то считают что если ребенка заставить прочитать какой-то стишок если очень как-то повлияет нет быть моя воля конечно всю территорию выбросил на мусорник и вообще и забыл бы вытер бы ногами по той просто причине что человеку хочется читает хочется смотрит телевизор хочется там смотрит на моё видео хочется еще что не надо это все не надо это все чушь никак никак культура не влияет нам разрезение человека абсолютно не влияет если на то пошло ну давайте гитлера вспомнить художник стали да ну мало кто знает но действительно стали ну читал сценарий правил нет серьезно остались сценарий где у него была привычка красным карандашом большими вот он писал большими буквами удивляйтесь ну блатка мне и там действительно есть видно его рукой поправлю сценарий ну дописаны реплики представлен да ну и что сволочь и счета литератор по этой причине рю что вот эти все разговоры от это нытье давайте развивать украинскую литературу пускай в школе чушь выбросьте выброси школы выброси школы это мразь которая просто мешает жить детям потому что нафиг никому не надо и мало то он еще воспитывает антикультуру потому что понимаете если ребенка заставляет учить те стишки бредовые это бредовые стишки рассказики чушь бред очень часто в учебниках ну ребята ну вы что дебилы что ли это произведение рассчитано на людей которым 30 40 50 лет ребенку дает читать ребенок не понимает что это за бред там конечно не отвращение да вот это есть но тупые люди тупые учителя именно тупые вот же надо надо да я понимаю что вы в карман работаете я понимаю что вы происходно понимаете что если ваш мразь вот эту учителей литературы выбросить экономика будет большая экономика их же очень много часов много но выбросить на мусорник было бы классно шикарно но они же не хотят они же хотят кормушечку они хотят ну как бы типа что-то делать и на этом зарабатывать это наше горе но единственное что спасает все таки человечество развивается и сейчас видите информационные потоки начали ускоряться 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 и я очень надеюсь пройдет немного времени очень много времени даже самые маленькие дети когда я буду говорить а там стишок они будут послать на вот на три буквы этих учителей с их ними стишками из них не мирска и да да и смотреть то что им нравится играть те игры кем нравится вот и действительно воспитывает детей это факт веке воспитывает фильмы до вас пинового тоже знакомства до воспитывают ну скажем о представлении это вот это вот этого но не литературе не культуру вообще было хорошо разогнать министерство культуры украины в россии тоже можно это настолько коррумпированная структура никого абсолютно не нужно абсолютно там просто не дать довольно такие мерзкие тупые люди которые вообще ни черта не смыслят культуре просто воруют деньги тупо воруют ну из бюджета выделяют они воруют выделять все толку от них никакого будущее это будущее человечество где нету бредовой литературы где нету учителей литературы где нету бреда о том что культуру надо развивать не надо она сама развивается куда хочет и совершенно не так как вы хотите надо развивать экономику а культура это развлечение развлечение само развивается мешать не надо тогда будет все хорошо вот такая вот парадигма жизни. Все, благодарю за внимание и до свидания. Клуб економической мудрости. Клуб економической мудрости – это про экономику, но настолько простыми словами, что даже если вы не экономисты, это понимаете. Так что ставьте спонсором, не пожалкуйте. Клуб економической мудрости.